Что такое запретные месяцы и каково их положение в исламе? Всевышний создал месяцы и выделил из них те, что пожелал определенными качествами, достоинствами и деяниями. И выбрал из них четыре, возвеличив их положение. А это Раджаб, Зуль-Када, Зуль-Хиджа и Мухаррам. Ибн Аббас, да будет довольны Аллахими обоими, сказал, грехи в этих месяцах были сделаны более тяжкими, а праведные деяния и награда более великими. Месяц Раджаб из тех, в которых мусульманин должен увеличить свою осторожность, дабы не впасть в грехи, а также надлежит увеличить в них совершение благих дел. Из тех вещей, от которых необходимо держаться подальше в этом месяце, это те ошибки, в которые впали многие люди, как выделение его специальной молитвой Рагаиб. Имам Ан-Навауи сказал, это скверное нововведение, порицаемое, то есть отвергаемое, самым строгим образом. Из них выделение некоторых дней постом, как 27-й, устроение празднеств ночью этого дня, заявляя о том, что якобы это и есть ночь Аль-Исра у Аль-Мирадж. Имам Аль-Хавис ибн Хаджар сказал, относительно достоинства месяца Раджаб ничего не передается, как и не передается ничего относительно поста весь этот месяц или какой бы то ни было конкретизированной части из него. И также нет касательно выстаивания ночных молитв, конкретизации на основе достоверного хадиса, пригодного в качестве аргументации. Мусульманин же обязан поклоняться Аллаху тем, что он узаконил, держась подальше от противоречий сунни и нововведений. Всевышний Аллах сказал, таков мой прямой путь, следуйте же по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал вам это, быть может, вы устрашитесь.